Всем добрый вечер! Мы продолжаем разбирать уроки Рава Уришерки по книге Берешит. Немножко напомню содержание предыдущих серий. Во втором поколении людей у Адама и Хавы рождаются два сына, и в них мы видим два архетипа человеческих, которые мы до сих пор, собственно, встречаем в себе, там своих близких, своей жизни. Это Каин и Хевель, это, так сказать, человек материальный, человек духовный. Каин, само его имя означает приобретение, да, он то, что называется, твердо стоит на ногах, я бы даже сказал, что он даже уже частично погружается в землю, потому что он ее возделывает, и его поле деятельности находится уже ниже уровня земли. Он первенец, он ощущает себя центром мира, да, и занимается работой на земле. А Хевель же, его имя означает дыхание, легкий ветерок, пар, выходящий изо рта, то есть это человек духовный, значит, он пасет овец, опять же, то важно то, что он альтруист, да, в отличие от Каина, потому что само слово роэ, пастух, это однокоренное со словом ближний, то есть он заботится о других, о своих овцах. Ну и опять же, как мы представляем себе пастуха, у него есть свободное время, он смотрит на облака, играет на дудочки, прославляет Всевышнего, вот, но тем не менее он умирает, то есть, как видимо, он, то есть, у него нет какой-то силы удержаться на земле, то есть, его, с одной стороны, убивает Каина, но, с другой стороны, мы видим, что в какой-то мере можно сказать, что Всевышний выбрал Каина, да, потому что Хевель, все, пропал, да, и теперь, как бы, все ставки на Каина, он, собственно, продолжатель человечества, продолжатель того дела, ради которого человек создан, плюс мы видим, что Всевышний разговаривает с Каином, чего не было с Хевелем, он разговаривает с ним до убийства, разговаривает после убийства, у него есть полноценный диалог, то есть, сейчас Каин, это надежда всего человечества, да, на данный момент, и Всевышний указывает ему путь шувы, он срывается с места, да, где он был привязан к земле, он начинает скитаться, потом он поселяется вместе с Китани, как там сказано, из чего мы видим, что частично он свою дживу осуществил, и дальше теперь мы будем смотреть, как продолжается вот это исправление, исправление в его потомках, потомках Каина. Да, и здесь мы увидим, как, собственно, зародилась вся человеческая цивилизация, все, что есть у нас сейчас, да, вся культура, там, экономика, искусство, и все это основали именно потомки Каина. Итак, зарождение городской культуры. На прошлом уроке мы начали говорить о развитии городской культуры, которая началась с Каина. Культура, которая пошла от Каина, это городская культура. И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Ханоха. И построил он город, и назвал город по имени сына своего, Ханоха. Смысл самой идеи постройки города в том, чтобы организовать пространство природы, которая в своем диком виде привела к насилию и убийству, сделать его пространством, соответствующим свойствам человека. Это называется построить город. Город делает природу пространством, в котором ценности устанавливает человек. И в этом есть потенциал для исправления. Хотя нет гарантии, что этот потенциал будет реализован. Мы видим, что город он назвал Ханох по имени своего сына. То есть человек отказался от своего имени и отдал его городу. Но в этом есть определенный регресс. Человек видит себя не как личность, а как жителя города, как исполнителя некой функции. Это подобно тому, как на вопрос «кто ты?» отвечают «я житель Тель-Авива, я житель Иерусалима или Нью-Йорка». Проблема здесь в том, что когда человек определяет себя по месту, в котором живет, он сбрасывает в себя глубину своей моральной самоидентификации и передает ее месту. И впоследствии этого мы видим продолжение рассказа. То есть мы видим, что здесь построен город, чего не было на уровне Кайна и Хевеля. Они там один пасовес какой-то на природе, другой возделывал землю. А здесь построен город, и город уже рассматривается как попытка исправления, то есть создания какого-то нового пространства неприродного. И что же было дальше? У Ханоха родился Ирад. Ирад на иврите можно прочитать как Ир-Ярад. Город опускается, то есть город приводит к падению. Ирад родил Михуяэля. Вследствием этого становится то, что город стирает имя Бога. Сам город становится личностью, которая не нуждается в Боге. Ну, здесь, поскольку Тора нам просто называет имена потомков Кайна, но все имена в Торе, они говорящие, и из них мы можем, собственно, из значения этих имен понять намеки на то, что, собственно, происходило, какая динамика в этих потомках. Михуяэль родил Метушаэля. Метушаэль можно перевести как искоренение имени небес из человека. И это именно то, что пытался сделать светский государственный строй, установленный во времена Французской революции. Устранить божественные основания из общества. Метушаэль родил Лемеха. Лемех от слова понижение, то, что снизу, на мух. Мы видим понижение уровня человека от благородства до низости. Свойства Лемех, согласно комментарию каббалистов, это переставленные буквы слов Мелех, царь. Мелех – это первые буквы слов Моах, мозг, лев, сердце и кавет, печень. Что властвует человеке? В идеальном человеке мозг, то есть разум, властвует над сердцем, то есть чувством, который властвует над печенью, то есть импульсивными побуждениями человека. Сначала разум, потом чувство, потом побуждение. Общество, в котором больше нет божественной основы, в котором не ищут познания Всевышнего, такое общество называется Лемех. Чувство становится важнее разума. Сердце перед мозгом. Ну, здесь Раф вкратце повторил то, что мы уже частично на прошлом уроке говорили. И мы двинемся дальше, если ни у кого нет вопросов или каких-то добавлений. Ну, может быть, можно просто подчеркнуть, о чем Раф говорит. Это, в общем-то, идея мы не тут. Мы это учили в книжке, если вы помните, что в городе есть, хотя и был потенциал исправления, но реализован был сразу изначально неверно тем, что он стирал личность человека. Человек города, маленький человек, как мы его знаем из литературы, который ничего собой не представляет, какое-то число в статистике не больше. И то, что личности перестало придаваться значение, это из поколения в поколение ухудшало ситуацию. Поскольку человек, когда личности нет значения, нет большого смысла у какой-то конкретной личности, то нет, пропадает постепенно мораль, моральная ответственность. Кто ей, что ей, а не так, как у кого-то меньше нуля, там, вот великая общность, она имеет смысл. А каждый конкретный человек не несет никакой ценности, и это, безусловно, сразу же ведет к уничтожению морали. То есть сразу, через несколько поколений мы видим, что это из поколения в поколение. Вот Юрий задает вопрос в чате, что в природной среде благоприятствовало убийству, и что в городской среде дает шанс на исправление. Но тут, мне кажется, просто разница между человеком и животным, которая заключается в наличии морали. То есть животное, оно может там убивать, съедать себе подобных, и это для него нормально, потому что ему не даны заповеди. А человек же, он живет, то есть у него с точки зрения природы нечто такое неестественное состояние. Ему извне дана мораль, то есть даны заповеди, как он должен поступать, при том, что это неестественно для него, да, потому что если человек, как бы, такой животный, да, природный совершенно, то он будет так и, там, вот это, если я захотел, я это беру, там, и так далее. Как, собственно, и ведут себя животные. Ну и вот эти вот идеи природы и человека, они, собственно, в Кабале, да, обозначаются кругом и прямой линией, да, вот, то есть вся природа, она круглая, и в ней нету, нету, например, такой фигуры, как куб, квадрат, да, то, что, собственно, мы видим в городе, там, в Тфелине, там, в храме, да, который, собственно, должен быть построен, и это, вот, будет знаменовать, так сказать, торжество морали над природой, а, собственно, смысл морали в том, что она связывает меня с Творцом, да, потому что Творец мне говорит, как я должен себя вести. Если я не слышу этот голос, то я веду себя, как мне диктует природа, а природа мне диктует точно так же, как какому-то волку или льву. Андрей, а можно такой момент, вопрос, а вот в какой момент, если не брать, ну, какие-то такие комментарии, были даны заповеди именно вот первым людям, там, Адаму, там, его детям, вот, как-то вот самого текста Тора, если не брать, там, комментарии, медражи, там, всякие такие моменты. Ну, Адаму были, была дана заповеди, как его дерево ешь. Ну, это понятно. А где сказано, что нельзя убивать, нельзя там, не знаю, что-то. Есть некоторые медражи в Талмуде, есть там несколько мест, которые приводят семь заповедей из разных источников. Один из источников трактует эту заповедь, то есть заповедь о неедении от дерева добра и зла, весь длинный стих, он трактует как заповедь. То есть это драж очень такой неочевидный совершенно, но он как бы он видит, мудрецы наши этим хотят сказать, что все-таки у Адама уже были эти заповеди. В какой форме? Сознательно, подсознательно? Это еще не было дана Тора, но, видимо, в определенной форме человек уже был в состоянии познать заповеди, что они существуют, запрет убийства. Хотя, так сказать, это не очевидно. Я хотела, если можно, еще это на тему города. Может быть, я не права, но у меня такое ощущение, что когда там действительно, как Андрейского, люди живут на природе, там оторваны друг от друга, реализовать какую-то систему суда, например, или реализовать правильные, построить правильные отношения между людьми – это нечто далекое. Мы там на своей горке, вы на своей горке. А город как бы может их собрать и устроить некоторый полигон, некоторую площадь, на которой можно научиться взаимоотношениям между людьми правильными. Но в тот момент, когда нивелируется значение личности, эта цель совершенно не достигается. Ну, то есть, как бы мне кажется, что есть такая идея. Но я не уверена. Потому что Раф сказал, что есть нечто позитивное в том, что он построил город. И, может быть, из него могло что-то выйти позитивное. Но в результате, поскольку морального продвижения-то не было, из-за того, что город стал самоцелью, наоборот, произошла деградация. Ну, Раф, мне кажется, рассматривает город как попытку исправления, но, впрочем, неудавшуюся. Там вопрос просто прозвучал очень такой интересный, что вот почему, когда рассудок, это значит, вот как бы человек руководствуется заповедем Всевышнего. А почему если сердцем, то значит, вроде как чем-то не очень хорошим, чем-то более неизменным. Извините, я вас прерву, но как бы в прошлом уроке мы вот как раз разбирали, то есть прямоугольная форма и круглая. Я считаю, что человек единственное существо на этой планете, которое может сочетать эти два – духовное и прямое городское. И то, что вот квадраты, вот это все не принято, потому что человек должен уважать свое собственное мнение, свою собственную духовность, свое собственное творение мира. Есть у меня такая версия. Ну да, совершенно верно. Согласен. Да, про рассудок над чувством, собственно, мы как раз об этом… Андрей, кстати, это именно вы мне, ну когда не хама мне сказала, и вы дополнили, сказали, это идеальное сочетание одевания кхелина, ну то есть прямоугольник и круг. Да, вот это? Да, да, да. И я долго думала, ну и так далее, развивала, и я пришла к этому. Что город, он, конечно, хорошо, но во главе всего должен быть ты, твой выбор, твоя личность, твой сотворенный мир. Ну правильно, да, наверное. Да, мне кажется, вот об этом здесь и идет речь. Так, ну хорошо, тогда двинемся дальше. Разделение ценностей… Ну, извините, но на самом деле, сразу Шерке спорить-то не приходится. Тут как бы единое мнение. В результате, с каких бы троп мы ни шли, с каких сторон бы мы ни шли, мы все равно приходим к тому же. То есть его лекции, они полезны тем, что они обобщают нас. Они каким-то образом чудесным учитывают наше мнение и излагают это благоприятно для нас. Поэтому, ну, как бы оспаривать, ну, тут нечего, только если дополнить им и сказать свое видение. Наверное, так. Ну, да, оспаривать нечем, но мне кажется, важно донести до как можно большего числа людей, потому что я, к удивлению, нахожу, что не все понимают, не все, что ли, как-то… Не всех это цепляет, хотя действительно… Это галут, удивляться нечему. Вот, да. Вот, хотя действительно, ну, уроки Равы Шерки дают такую карту, да, которая тебе объясняет там все, все мироздание и твое место в ней, твоя цель и так далее. То есть все складывается в одну общую картину, в которой для всего есть место. Тут вопрос очень важный, очень сложный, на который однозначно ответить трудно, мне кажется, но тратить его надо, я думаю. Получается, что голосом Всевышнего в человеке говорит рассудок в отличие от чувств. На самом деле, эти образы, которые мы привели, линия и круг, нам более очевидно, что линия и рассудка – это говорит Всевышний, а чувства, они… Это более стандартное такое понимание, а чувства, они как бы от природы… Но на самом деле, надо понимать, что природа – это тоже от Всевышнего, просто в ней этот голос гораздо более скрыт. Мы его не можем… И все, что мы читаем дальше, видим, что люди не в состоянии без Тары, без внятного голоса, который обращается к нашему разуму, найти вот этот голос, который говорит нам от природы. Это то, что хочет Всевышний от нас, чтобы мы его услышали. Но без линии он не раскрывается. Это вот без разума. Но разум также может нас вводить в заблуждение, как и чувства. И надо стараться, это уже практически, человеку всегда согласовывать эти две вещи. Иногда разум говорит нам одно, а чувство другое. Надо думать, где я ошибся. Да. Так, ну хорошо, прочитаем мы дальше про начало многоженства. Разделение ценностей, этики и эстетики. И взял себе Лемех двух жен. До сих пор мы не слышали о двух женах. Адам и Хава пара, и это отлично работает. Все человечество началось от одной пары. А здесь у нас новое состояние. Взял себе Лемех двух жен. Здесь идет речь об обществе, в котором нужны две жены, потому что женщина исполняет двойную функцию. Но эти две функции противоположны друг другу. Одна функция в том, чтобы приносить потомство. А вторая функция быть красивой. Согласно понятиям современного общества, и, видимо, также и древнего, что чем больше женщина рожает, тем менее она красива. Если она хочет быть красивой женщиной, она не должна рожать. И поэтому идея Лемеха была в том, чтобы взять себе две жены. Одну для рождения детей, другую для красоты. Наши мудрецы говорят, что, видимо, часть женщин в то время применяли напиток бесплодия. То есть некое средство, которое делало их бесплодными, чтобы сохранялась их красота. И это то, что написано здесь. Имя одной – Ада, а имя второй – Цила. Имя Ада происходит от ирамейской беременности. То есть это та жена, которая приносила потомство. Цила – это та жена, которая в тени. Цила от слова «цель» – это тень, или от слова «цлиль» – это звук. Или в которой главный звук, который она создает, а не ее суть. И здесь мы видим общество, которое разделяет ценности. Ценности эстетики и ценности этики или жизни. Разделяет между внутренней и внешней частью жизни. С этого все начинает портиться. И у этого есть последствия. Так, ну, по-моему, здесь все понятно. Если нет вопросов, то идем дальше. Не очень понятно. А что хорошо-то? То есть это плохо, что две жены для разных целей? Или хорошо? Плохо, конечно, плохо. Потому что идеал – это Адам и Хава. Это пара, мужчина и женщина. И, соответственно, у человека есть инстинкт размножения, который, собственно, сказан в благословении, плодитесь и размножайтесь. То есть для того, чтобы он создавал себе потомство. Человек, получается, хочет одно использовать для наслаждения, другое для вечности. То есть ее ценность внутренняя, потому что внутри ее зреет плод, который потом идет в вечность, который продолжает жизнь, он тоже произведет детей и так далее. А другая жена – для временного наслаждения. То есть он наслаждается ее внешней частью, то есть ее красотой. И таким образом в этом нету жизни именно, потому что это просто наслаждение, которое не приводит к продолжению жизни. Собственно, на одном уроке у Рауа спросили, как выразить в двух словах суть гаммабрит, то есть то, чем называются все преступления в половой сфере. И Рауа ответил, что это когда человек предпочитает временное вечному. То есть он предпочитает насладиться здесь и тем самым он отвергает, ну, так наслаждается здесь, что он отвергает продолжение жизни, ради которого и, собственно, было создано размножение. И поэтому с этого и все начинает портиться. Когда вот человек подумал, что буду-ка я чисто наслаждаться и не буду продолжать жизнь. Вот я как-то так вижу. Андрей, а такой еще момент. Ведь как бы если человек, ну, скажем так, более совершенный, не испорченный, он видит вот в беременной, в жене, в которой там рожает детей, то, что она беременеет, то, что она, может быть, становится не такой красивой, как вот была до этого, он видит в этом красоту. То есть она для него не противна. Почему действительно многие мужчины смотрят, как бы, на сторону, когда там жена уже становится, ну, не очень красивая, не очень молодая, уже она там рожала. То есть вот этот момент, как бы вот этот вот, человек испорчен, поэтому он ищет вот именно наслаждение вот такого вот, что ему, ну, да, она, конечно, там уже второй сорт, там уже она там уже, это мы молодая, вот я поищу кого-то помоложе, покрасивее. Ведь на самом деле такого быть-то не должно. Вот, кстати, Юрий вопрос задал, что вот если ты какой-то, была ли такая культура, где этическая, эстетическая, как бы, слито вместе, что люди наслаждаются именно тем, что, тем, что хорошо, а не тем, что им там хочется. Вот как-то так. Ну, в общем, в общем плане на это, наверное, отвечает Тарак, когда она говорит о сыновьях новых, новых в дальнейшем, и она говорит, что даст Бог простору Яфету, то есть красоту, эстетику, он даст Яфету, и он должен обитать в шатрахшема, то есть в моральных рамках. Это как бы общая формировка такой, что красота, это искусство, и все это должно быть прекрасно, но оно должно быть нравственным. А если... А шатры, шемы, это как бы Израиль, а, соответственно, Яфет, это Греция или Рим, получается. Греция, скорее, да, получается. Да, Греция. Ну, европейская культура, короче. Ну, да. Это сказано, это самое, задолго до того, как появилась европейская культура, как бы цитата из старых. Но, да, мы так сегодня понимаем. Греческую культуру в основном, я считаю, символизирует. Европейскую, она уже более сложная, эта культура. Мне тоже как бы сочетается и греческая, и еврейская уже вместе. Может быть, не самым лучшим образом. Попытка. Не знаю, что вы думаете по этому поводу. Насчет европейской. Просто я так уж получила, что я провела много времени в культуре, где многоженство вполне себе было нормальным. И там именно такими соображениями руководствовали, что, ну, если уж так случилось, что мужчине его там первая жена немножко наскучила, что она там уже некрасивая, не рожает, уже рожает там, ну, ладно, чтобы не бросал, чтобы он ее не бросал, пускай возьмем вторую, которая будет именно до красоты. А вот первая, ну, вот, ну, как бы, ну, она тоже будет, чтобы ее не бросать. Ну, вот такая вот была идея, что, как бы, и милосердие некое уж. Если у человека есть такая потребность, там, наслаждаться красотой, ну, пускай у него будет и то, и другое. Одна для красоты, другая для, может, ну, просто из уважения, конечно, что она там детей родила, ему там что-то такое. Вот примерно такая была идея. Вот как раз, как раз, как именно, как здесь написано, что одна для роды, другая для рождения детей. Вполне логично. Такой компромисс с природным началом. Да, но, видимо, Тарас все-таки не видит это. Ну, видимо, все-таки это не идеал, ведь на самом деле, как я понимаю. Да, конечно. Тарас тонко выше, однозначно. Я не знаю, как вы там знакомы, так сказать, с этой культурой, как это женщины переносили, мне просто не знакомы, я не знаю. Очень, очень, очень плохо. Это всегда была трагедия для всех. Это всегда была трагедия, всегда была обиды, ревность, там куча всего было, ничего. Никто никогда не видел счастливых многоженных семей, никогда не видел, честно говоря. Это всегда было для всех. Потому что я недавно слышала тоже какое-то исследование, человек проводил в некоторой хиповой компании там каких-то садовых годов прошлого века, где люди там практиковали свободную любовь, там труповые, так сказать, общения такого рода. И его разрешили за этим следить и это как бы даже документировать. И он видел, насколько это травмирует женщин, когда человек просто вот ведет себя так, что он сейчас с одной, с другой, с другой. Казалось бы, подумаешь, так вот обычно принято считать, что, так сказать, женщина это не должна травмировать, но это на самом деле, говорят, что это из личного опыта мне рассказывают. Женщина, которая таки согласилась на такую жизнь, еврей, фактически у ее мужа была вторая жена, но она как-то, никто не знал, я случайно с ней пересеклась, она рассказывала, что все 15 лет, что они не разошлись наконец, она чувствовала себя так, что она только мечтает покончить с собой. Просто ужас какой-то. Но это, видимо, не естественно вполне, это какое-то искривление в плане творения. Вы знаете, а у меня другое искривление произошло вот на этой почве, да? Вот, я считаю, что если мужчина считает возможным как бы одно для одного, другое для другого, то, к сожалению, я не знаю уж, как я вывернула туда, но, значит, женщина имеет право выбирать, от кого рожать. И, скорее всего, это будут разные, как бы, ну, по возрастной категории, я не знаю. Короче, это заводит нас в очень неприятную историю. На мой взгляд. Да, ну ладно, наверное, здесь нам можно остановиться. Действительно, это все, все начинается какой-то кривой пул с этого. Да. Вот Юрий еще задает вопрос, можно ли считать женскую красоту первоисточником эстетического? Я не знаю, как понимать. Я тоже не знаю. Я думаю, да, но случайно просто как символ работает. Но, если она первоисточник, это не знаю. Эстетика, видимо, имманентна, присуща миру. И, если так посмотреть на мир, ну, во всяком случае, в глазах человека, он очень привлекательно выглядит. Бог через, через картины этого мира разговаривает с нами, я в этом убеждена. Он рисует нам картины этого мира. И надо сказать, что когда я начала заниматься живой пуси немного, я лучше стала видеть то, что он мне хочет сказать в природе даже. То есть, когда ты сам немножко художник, ты начинаешь лучше читать вот то, что написано этим. Так что, я думаю, что эстетика, она имманентна присуща миру. Женщины в том числе, как бы, часть этого. И мужчины тоже. И тут очень хочется напомнить, что никто не лучше. У всех свое место. Ну да, в настоящей гармонии должно быть сочетание гармоничных различных цветов, форм. Юрий спрашивает, есть такое выражение красивый поступок, некрасивый поступок? Кто мог бы прокомментировать такую связь этического и эстетического? Я думаю, что мы называем красивым поступком, в данном случае, гармоничный. То есть, мы видим, что он встраивается в общую картину мира. То есть, он гармоничен, поэтому он красивый. А некрасивый поступок, он как раз ломает какой-то порядок, какую-то гармонию. Может быть, так? Я думаю, да, очень здорово. Ну да, как бы замысел Всевышнего в том, чтобы мир был в гармонии, значит, в порядке, то есть, в нравственном порядке. Значит, есть нравственные поступки, он красивый, то есть, он гармоничный, он соответствует вот этой вот задумке изначальной, как бы, задачи мира. Соответственно, некрасивый, он ломает это, что-то разрушает, ломает, портится. Значит, он некрасивый. Ну да, как мы знаем, греки говорили, что там мир сотворен цифрами, что математика нам показывает принципы, по которым сотворен мир. А евреи говорят, что мир сотворен буквами. Ну, собственно, цифры, это и есть буквы, да, у евреев. Но в любом случае заложена какая-то вот гармония каких-то пропорций, да, собственно, в этих в десяти лечениях, которыми сотворен мир, мы видим какие-то гармоничные пропорции, вот, и, соответственно, порядок, в котором творение должно существовать. И, понятное дело, что человек, он чувствует нарушение законов как нарушение вот этой, собственно, гармонии, да. Получается, действительно, что, может быть, там, в высшем замысле этика и эстетика, они совпадают, получается, да. получается, путь, на котором мы оступились дважды, был мир природы с гармоничной жизнью Авеля в нем, и он не состоялся. Затем был задуман мир города как шанс, и он снова не состоялся. Ну, во-первых, там не был мир природы с гармоничной жизнью Авеля в нем, там изначально были два брата-то совершенно разные, и там была ли в них гармония? Судя по всему, не было, раз она привела как раз к убийству. Значит, там были заложены два каких-то разных начала, которые должны были гармонично существовать, но не смогли, и вот об этом мы учим как раз. Ну, а так, да, все, что мы читаем, это вот путь попыток исправления, которые все время не удаются. Ну, просто надо напомнить, наверное, что изначально мир не был полностью совершенным, полностью гармоничным. Как раз задача человека состоит привести его к совершенности. Ну, вот мы читаем про этот путь, пробуя ошибок. Ну, да, что изначально как человек был задуман сотворцом, помощником и партнером Бога в творении, а вот эти нарушения, они пошли еще как бы раньше на уровне Земли, Солнца, Луны и так далее. Я хочу заметить, что эти нарушения, они повторяются все время в течение истории с разными декорациями, но нарушения повторяются, они будут повторяться, пока люди не исправятся. Вот эта вот спираль, вот эта, она как бы... Ну, да, век. Да, и поэтому очень важно, что мы вот изучаем самое начало книги «Бережит», в котором заложены вот эти все паттерны, которые повторяются и которые мы постоянно встречаем также в своей жизни. «Бережит». Так, ну хорошо, если разобрались, тогда мы почитаем, как, собственно, у этого Лемеха, который взял двух жен, родилось четверо детей, которые заложили четыре основы всей человеческой цивилизации. «Зарождение экономики и искусства». И родила ада, и это предсказуемо, что она родила, Яваля. Это имя Яваль особенное, оно напоминает нам того, кто предшествовал ему, Хевеля. Яваль и Хевель слова от одного корня. Но ведь это семья Каина. В семье Каина возникает попытка усвоить свойства культуры Хевеля. Но каким образом? И родила ада Яваля, он был отец, живущий в шатрах со стадами. Его профессия уникальна. На первый взгляд, это именно та профессия, которой занимался Хевель. Но есть громадные отличия. Про Хевеля было сказано, что он пастух овец, про Яваля, что он жил в шатрах со стадами. Пастух это тот, кто передвигается и скитается. Это мы учили на одном из прошлых уроков, что когда исправлением Каина было назначено, что он будет на Ванат передвигаться и скитаться, при том, что он был укоренен в земле, теперь он как Каина начинает двигаться. И потом в какой-то момент он поселился в земле ноды. То есть он перестал двигаться и он Яшап поселился. А здесь у нас Явали он тоже вроде пастух, но он Яшап он опять же поселился и он находится на одном месте. То есть это какой-то пастух уже нового уровня, не двигающийся, а стабильный. Пастух тот, кто передвигается и скитается, как было сказано Каину. Он живущий в шатрах. Живущий в шатрах это тот, кто остается на месте. Слово Роэ пастух также похоже на слово Раут дружба. Роэ это тот, кто берет ответственность за других. Он в сущности воспитатель. И поэтому все наши пророки начинали как пастухи. Эверь пастух, а Явай тот, у кого есть Микне. Микне имущество, его корень это приобретать, Кана. Глагол Кана, от него собственно имя Каину назначает приобретать, и от него существительное Микне. Микне это имущество, которым во времена в те времена являлось в основном Скотт. Скотт в Торе сейчас называется Микне. Микне от слова приобретать. Но это нас отсылает здесь Каину. То есть это освоение профессии Хевеля, но в стиле характерном для Каина. Мы видим, что Хевель был такой свободный художник, ходил с овцами, играл на дудочке, но как пастух в роду Каина он уже сделал из этого бизнес. он уже Ишмекне, то есть человек, который идет с стадами и воспринимает их не тех, о ком он заботится, как Роэ, потому что Роэ это Реу, дружба, Реа ближний, а он именно воспринимает их как свое богатство, свое имущество. А имя брата его Юваль. Юваль также походит на Хевеля. Он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Мы видим, что Юваль использует музыкальные инструменты. Первым, кто стал их использовать, был, видимо, сам Хевель. Ведь пастуху, чтобы водить овец, нужна флейта. У Юваль также есть музыкальные инструменты, но здесь это уже становится системой. Он изобретает музыку, искусство. На первый взгляд это неплохо. Но давайте продолжим. Зарождение технологии и индустрии развлечений. Ицила также и она родила. Что означает также и она? Имеется в виду, что это произошло неожиданно, потому что она не должна была рожать. Видимо, не сработали противозачаточные средства. И поэтому родился нежеланный ребенок. Ребенок, которому говорят, тебя не должно было быть. Такое отношение приводит к тому, что ребенок угнетен. И как какого следствия? И она родила Туваль Каина. Это сложное составное имя. Туваль от корня Хевель, так же как Яваль и Юваль. Но это Туваль Каин. И чем же он занимался? Он ковал орудия из меди и железа. Он использует технологию для создания оружия, то есть убийства. Но в этом есть и что-то от Хевеля. Ведь первым, кто использовал железные инструменты, был, вероятно, Хевель. Ведь посту ховец должен их стричь. А чтобы стричь, нужны ножницы. Значит, необходимо было создать некий режущий инструмент. И, возможно, Хевель также резал своих ховец, когда приносил жертвы. Ведь понятно, что он не приносил жертву живой скот. Вот сначала резал его. Так что Туваль Каин использует изобретение Хевеля, но в стиле Каина. А сестра Туваль Каина Наама. Наама от слова ноам, приятный. Приятность это то, что наполняет пространство свободного времени. Сегодня говорят о культуре досуга. Досуг это то, что наполняет жизнь приятностью, наслаждениями, развлечениями. И это также похоже на ремесло Хевеля. Ведь он тоже был человеком, у которого было свободное время. У пастуха есть время для созерцания, для поэзии. Итак, мы видим здесь общество, которое дает волю чувствам, у которого есть четыре вида занятий. У Явали, Ювали, Туваль Каина и Наамы есть четыре занятия. Экономика, искусство, технология и досуг. Эти четыре занятия достойны человека. Когда мы хотим убедиться, что в каком-то месте была развитая культура, мы ищем эти четыре занятия. На первый взгляд все в порядке, но все же чего-то не мы рассмотрим это чуть дальше. Но пока нам описаны в сущности хорошие вещи, из которых состоит жизнь. Экономика, искусство, технология и развлечение. И дальше происходит что-то очень интересное. То есть, что получается? Мы видим здесь вот уже такая цельная зачаточная в виде человеческая культура, в которой есть вот эти четыре столпа. Но все эти четыре столпа, они получаются присутствовали в потенциале у Хевеля, но он как бы был один, он использовал это для себя и овец, и искусство, тем, что он играл на флейте, свободное время у него было, и технологии, он там как-то разрабатывал вот эти ножницы. Но Каин уже, род Каин уже делает из этого бизнес. То есть, фактически, он смог осуществить и дать всем последующим поколениям людей. но то, что было разработано Хевелем. Ну, то есть, допустим, это какой-то творец или какой-то генератор идей Хевелем, были все четыре добродетели. А после неолитической революции и привязки к земле эти четыре были разделены между людьми. Ну, да, про четыре добродетеля я как раз и сказал, а насчет неолитической революции не знаю. Ну, это, видимо, когда люди начали, видимо, каменные орудия труда делать, как я понимаю, неолитическое. Это новый каменный век, неолит, значит, что-то, какие-то каменные орудия, как я помню, там что-то такое. Когда терминологию по-русски я забыла, если я правильно понимаю, то это начало оседлой культуры. Видимо, да, как люди поначали что-то такое. А, оседлой земледели. Да-да-да. Земледели, да. То, что мы можем, то есть, от кочевой культуры очень мало удается найти в археологии. видимо, предполагают, что там тоже были какие-то у них минимальные для их нужд технологические достижения у Эвеля. То есть, у нас получается такая картина, что Каин, он и был земледельцем, и он построил земледельческую культуру. А Эвель, получается, вот генератор идей, да, то есть, один, ну, как духовный человек, у которого есть там время, он дает идеи, а второй их реализует, который земледелец. Ну, да, вот скажем, какой-нибудь Леонардо де Винчи придумывал всякие штуки, там, рисовал их, но он, как бы, совершенно был оторван, у него не приходило в голову это все, сделать из этого бизнес, построить заводы, там, не знаю, избрести реально какой-то, ну, внедрить это в практику. Его интересовали сами идеи. Может быть, это можно провести в параллель, я не знаю. То есть, если для Эвеля это было, как бы, скажем, музыка, это было что-то личное такое, да, по описанию Рава Шерки, то, когда это превращается в индустрию, это как бы меняет свое назначение, свое лицо, свою сущность, да, к примеру. То же самое с орудиями. Когда это там ты придумал какое-то там приспособление, чтобы постричь своих овец, это одно, а когда это становится профессией, человек превращается в кузнеца, начинает на этом зарабатывать, это тогда, так сказать, становится местом для того, чтобы построить промышленность военную. Ну да, мне кажется, мы это и сейчас тоже видим, да, есть люди, которые могут там идеи, какой-то креатив генерировать, но не могут реализовать, а есть наоборот, которые такие, ну вот как Каин, короче, практичные, стоящие на ногах. так, идем дальше, да? Никогда, да, даже я читала эту статью или правила даже тогда слушала, но мне вот как бы в таком именно конкретном плане это не прояснилось, более понятно, действительно, когда обсуждаем вместе. Новая попытка диалога. И сказал Лемех своим женам. Лемех говорит, впервые мы видим успешный разговор, ведь между Адамом и Хавой мы не обнаружили никакой беседы. Во всяком случае, Тора не упоминает факт беседы между ними, а если в Торе нет об этом свидетельства, это значит, что если и был между ними разговор, он не достоин называться разговором. В истории с Каином и Эвелем мы видим, что Каин попытался поговорить с братом, но это ему не удалось, и все закончилось насилием и убийством. А здесь впервые мы видим человека, который говорит, и мы знаем, что он сказал, ему удалось сказать. Так что, на первый взгляд, тут есть прогресс, но давайте посмотрим. И сказал Лемех женам своим, Ада и Цила, послушайте голос мой, жены Лемеха, внимайте слово моему, это немного разочаровывает. Он говорит им, слушайте, у меня есть что сказать, почему бы вместо всех этих предисловий не сказать просто, что есть у него. Если ему пришлось дважды сказать, слушайте, жены Лемеха, внимайте слово моему, значит, судя по всему, они не хотят его слушать. Они отказываются слушать его слова и не реагируют на него. В чем причина? Мы видим это в продолжении. Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Иными словами, я требую слушать меня, так как я из тех, кто умеет убивать. Этот разговор разговор угрожающий. Хотя формально этот разговор, но внутренний он еще не свободен от насилия, он наполнен убийством. И поэтому жены не могут услышать его. Но все же тут есть некая надежда на продвижение. Мы видим здесь нечто великое. Одна из линий вот в этой серии уроков, ну и как я понимаю в книге Монету, да, что здесь идет отслеживание всех моментов разговора, да, как сам разговор, сам диалог, он возникал в Торе, да. Мы привыкли, что нам легко говорить с себя подобными, с другими людьми. Но поговорить с Творцом, да, мы, конечно, можем с ним поговорить, но в одну сторону, да, то, что если мы услышим его голос в ответ, то это может либо пророк, либо сумасшедший, да, то есть у нас затруднен разговор с Творцом, то есть диалог полноценный, да, но легкий разговор с людьми. И мы видим в начале книги Берешит, что там все наоборот, то есть они без проблем разговаривают с Творцом, Адам разговаривает с Творцом, Хава разговаривает, Каин разговаривает, вот, но друг с другом они никак не могут поговорить. Адам не говорит с Хавой, там, правда, Хава разговаривает с Нахашем, но это другая история. Потом возникает попытка поговорить у Каина с Хевелем, да, и нам только сказано, что и сказал Каин Хевелю, и потом убил его, то есть попытка диалога была, но закончилась убийством, и слов его мы не знаем. И здесь вторая попытка через несколько, через несколько поколений, да, как будто речь вырывается наружу, да, у человека вот эта вот способность к речи, она как бы прорывается через вот эти пласты насилия фактически, да, вот это вторая попытка, и он уже говорит, вначале он как бы несколько раз там послушайте, послушайте, что он говорит, он говорит опять про насилие, да, что он кого-то там убил, то есть слова уже есть, но они опять же связаны с насилием. Что это значит, что разговор растет из насилия, да, что разговор, который у нас есть, это исправленное насилие, не знаю, очень интересная как бы идея и непонятная. Ну да, если бы говорить как первобытным обществом, ну конечно, там каким-то рассказам верить, то люди не общались, они просто там, ну там кто-то брал, кто сильнее, допустим, тот отнимал того, кто слабее, тот кого-то убивал, ну животный мир, он же в общем-то, наверное, скорее всего, не общается, редко общается, он просто там взаимодействует по необходимости, кто-то там самец с самкой там совокупляется там, или кто-то там у кого-то что-то отнимает, кто-то кого-то кушает, а общаться как-то, ну там, видимо, не особо-то общаются. Вот, может быть, чем человек становится человеком, он начинает общаться. Чем ближе к животному, тем он меньше общается. Ну так, примерно, мне так кажется. В принципе, да, и мы видим сейчас, да, что там переговоры каких-то там глав государств, да, ведь это там великое развитие. Раньше они бы там просто друг друга замочили бы, и все, да, теперь они, несмотря на то, что у каждого там есть огромные силы, они, конечно, иногда там вступают в войны, но время от времени им удается языком, речью что-то решить, да, решить и прийти к какому-то миру на какое-то время. И вот, собственно, зарождение само вот этой способности к переговорам, к диалогу между людей, мы видим, вот как оно здесь просто возникает, и возникает с огромными трудностями. Вот интересно, а почему тогда получается с Богом, вот ты только что сказал, что люди общались с Богом, а с людьми друг с другом не общались, а как же, что ж, получается с Богом было легче первообытному человеку пообщаться, чем с себе подобным? Как-то странно, все-таки для общения с Творцом тоже надо как-то подняться, все-таки какой-то настрой нужен, ну не просто уже это просто так-то общаться, а с кем? Ну получается, что Бог для них был ближе, чем ближний, то есть для них это было более естественно, чем диалог с себе подобным. Как-то так. Нет, ну это у нас изначально как бы сказано, что пророчество нормально, да, что Бог сотворил Адама и сразу начал с ним разговор, то есть отсюда мы учим, что там для нас это человек, который говорит с Богом, это пророк, да, но для Адама это было вот одно из свойств того мира, в который помещен человек, то есть пророчество это нормально. Наверное, все-таки есть большая разница, да, между разговором. Конечно, в итоге вся цель человечества наладить отношения между людьми, и Бог как бы вначале пытается нас научить разговору в самом начале нашего пути, поэтому он с нами ведет диалог, то есть мы как бы многие вещи многие вещи мы учим сверху вниз как бы из диалогов Бога с Богом мы можем попытаться построить диалог с человеком, а некоторые вещи мы учим и постигаем снизу вверх, из нашей жизни повседневной мы можем что-то понять про Бога. Получается, мы все жаждем возвращения пророчества, хотим, чтобы снова Бог раскрылся и разговаривал с нами, но для него как бы в этом нет никакой проблемы. Он это просто убрал и сказал, вот, научитесь разговаривать друг с другом, это то, что я хочу. очень возможно. Значит, когда мы научимся разговаривать друг с другом, то есть именно общаться, не там убивать друг друга, там, или как-то там что-то отнимать друг у друга, а именно диалог вести, как-то, ну, видимо, соответственно, будет какая-то любовь, взаимопонимание, то тогда и пророчество вернется. Получается так, да. Итак, зарождение духовной культуры. И познал Адам еще жену свою, и родила сына, и назвала его Шет, потому что положил мне бог семя, другое, вместо Эвеля, которого убил Кайн, о чем говорит родившая его женщина. Верно, что Эвель убит, но у меня есть новый Эвель, Шет. Шет от слова основа, база, собственно, вот это вот слово, потому что положил мне бог семя, это слово шат. Ну, по-русски то же самое, стоять, стул, стол, тот же самый корень, не знаю, как они там связаны, но буквы те же, шат. И снова возникает вопрос, что мы выиграли? Ведь до этого Эвель был убит Кайном, и если Шет вместо Эвеля, то и его Кайн убьет. Здесь говорится о новой версии Эвеля. Это такой Эвель, который не позволит себя убить. Это такой Эвель, который готов использовать инструменты Кайна, если потребуется. Это можно назвать голос Голос Эвеля, а руки Руки Кайна. Вот, что, кстати, перекликается с нашей недельной главой. Это, в сущности, прототип идентичности Израиля, который появится в процессе истории в будущем. И это то, о чем здесь написано. Вместо Эвеля, которого убил Кайна. То есть, теперь он будет сильным. У него будет основание, фундамент. По-моему, это вот как раз то, о чем мы говорили. Что у одного руки, то есть, Кайна все это реализует, а голос, то есть, идея, идея Эвеля. Да, еще тут нужно сказать, что вот на вот этой попытке диалога Лемеха со своими женами заканчивается в торе описания родословной Кайна, и сразу после этого внезапно идет рождение Шетта. Интересно, что можно из этого заключить, что вот эта культура из четырех составляющих построена, но диалога не получилось, может быть, так, что они построили там очень многое, построили целую цивилизацию, но говорить друг с другом они все равно не научились, и тогда, получается, Бог сворачивает все вот этот проект и дает новое семя, то есть, новый род, который уже теперь на нем будет все сосредоточение, что на нем будет лежать исправление. И вот как раз в пятой главе это книга родословной человека в день создания элогима человека по подобию элогима сделал его, мужским и женским создал их, благословил их, назвал их Адам в день создания их, и жил Адам 30 и 100 лет и родил по подобию своему, по образу своему и назвал его имя Шет. То есть, после того, как не удалась попытка, нам рассказывают уже с самого начала вот эту линию от Бога через Адама до Шета. То есть, на нем теперь весь фокус. Так, давайте попытаемся понять, каков идеал человека в роду Каина. Если определить одним словом человеческий идеал общества каинитов, я бы сказал богатый. То есть, человек, у которого есть власть, экономика, культура, технологии, развлечения, это богатый человек. Богатство в традиции иудаизма не есть зло. Иногда в христианстве и других религиях мы видим почитание бедности. И хотя иудаизм уважает бедных, как сказано в Таилим скромные наследуют землю, но тут игра слов, в которые часто прибегают Рафшерки, цитата из Таилим звучит «Анавим» «Иршу арец», «Скромные наследуют землю». Но он сказал «Нуроки аниим», подразумевая, что все знают цитату и что он вот так играет, что бедные наследуют землю, но в оригинале цитаты там скромные. Но с другой стороны, мы не найдем, чтобы богатство считалось чем-то постыдным. Ведь богатство можно использовать как во благо, так и во зло. Как написано в книге Дворим «И когда будет много у тебя серебра и золота, и всего у тебя будет много, смотри, чтобы не возвысило сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего». Но можно в той же мере прославлять Всевышнего Дзакой, жертвоприношениями. И поэтому богатство как таковое не осуждается иудаизмом, но оно относится лишь к одному измерению человеческой души, материальному. Есть также и другое измерение, духовное, которым, видимо, в семье Каина не занимается. И дальше выясняется, что это было занятием семьи Шета. Именно в семье Шета занимались духовными вопросами. Мы видим, что сына Шета звали Энош, Энош это человек, и он призывает имя Господа, изобретает религию. И также про Шета сказано, Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему и нарек ему имя Шет. То есть Шет человек по образу Божьему, как Адам. Это означает, что он использует свой разум, чтобы познать Бога, как пишет Рамбам в начале путеводителя Заблучши. Сына Эноша зовут Кейнан. Кейнан – это маленький Каин. То есть он берет интуицию Каина и приспосабливает ее к потребностям культуры Шета. Есть Медраши, которые говорят, что Кейнан был одним из величайших мудрецов мира. После Кейнана родился Мехалалель. Он прославляет Бога, в противоположность Метушаэлю и Мехуяэлю, которые искореняют понятие о Боге из души человеческой. Потом родился Ерет. Ерет – это слово раскрытие. И спустился Господь. Я посмотрел тут и спустился Господь в Яра Дашем четыре пасука, которые так начинают с этих слов в Торе, они описывают определенное раскрытие Всевышнего. Шмот 19 – это, вероятно, на горе Синай речение. То есть мы видим, что Ярат – это не тот Ир Ярат, который был у Каина, а это именно ассоциируется с раскрытием Всевышнего. Так. Ага. У Еры Андрея, Андрей, можно секундочку? А сказано, что про вот выше, что Эныш – это человек, который обращался к Богу, и он изобрел религию. А что значит изобрел религию? А до этого что было? И вообще, какую такую религию он изобрел? Вот что? Нет, вообще вспомнил о том, что можно с Богом поговорить, опять же. ты уже после этого не разговариваешь? Нет, это не позитивно, просто Раф тут не раскрывает, это не позитивная, не в определенном смысле позитивная вещь. Религия – это некая конструкция, это не откровение, это поклонение и все, что с ним связано. То есть, скорее, что-то типа идолопоклонства какое-то? как языческое положение? Нет, ну да, но с другой стороны сказано, что поколение Эннеша там начали… А, появилось это лопоклонство, да, вот есть же такие… Но кроме того, это негативный результат того, что Эннеш решил построить такую… Это нужно прочесть в Манитуб, потому что Раф тут сократил просто до одной строчки, а в принципе Манитуб это разбирает подробно. Мы просто здесь сейчас читаем лекцию Рафа Шерки, которая на этом не заостряется, но это не обязательно позитивная вещь. То есть это ничего хорошего, то есть он придумал какие-то обряды там… Ну, это же ничего хорошего. Мы не говорим, что религия – это обряды, ритуалы, это плохое, но как бы у него есть свои негативные стороны в результате. Нет, ну можно сказать, что точно так же, как потомки Каина, они реализовывали то, что делал Каин в земледелии, там земля, а эти они пытались опять же, как могли, да, связаться там с высшим миром. Ну, да. Опять же, не всегда удачно, да? Да. Я попробую сейчас, может быть, если вас интересует, я могу, может быть, открыть книгу Манитуба, посмотреть, где это было. Ну, давайте, пойдем дальше, я просто покажу. Так, у Ериды родился Ханох, который ходил с Богом. А, вот у Ханоха, как раз, по-моему, все было хорошо, да, Бог его забрал, это значит, у него там все было нормально. Но, он боялся, что он испортится, да? А, ну да, то есть, это как бы получился один. Есть же, есть же какие-то метражи, что да, вот его забрали, потому что Бог, как бы Всевышний оберегал его, потому что то ли поколение было испорчено, то ли он был какой-то очень праведник, такой как бы, ну, ненадежный, что он мог испортиться, что его надо было поскорее забрать, иначе он бы со всем бы испортился. То есть, в любом случае, мы видим какие-то попытки связаться с небом вот у потомков, с Шетлами. Так, от Ханоха родился новый Лемех, который говорит, этот утешит нас в работе нашей и страданиях рук наших от земли, которую проклял Господь. Лемех изобрел плуг, согласный нашим мудрецам, чтобы преодолеть проклятие Адама. Вот здесь у меня вопрос, да, если мы говорим, что Эвель изобрел ножницы там, ножи, чтобы резать там и подстригать свой скот, то как же работал Каин без железных предметов, только сейчас был плуг, что ли, изобретен? Ну, видимо, там было что-то менее совершенное, мне трудно сказать. Деревянное? Я думаю, это нечто аллегоричное, это нечто трансдентальное. И пока Каин с Эвелем не договорятся на нашей земле не видать ничего хорошего. То есть обычно земное как бы будет побеждать, подавлять. То есть это даже вот для меня рисуется даже как голод. Да, это и есть голод. есть такая аналогия, да, когда вы находитесь вдали от прозрачного неба, побеждает земля всегда, и она убивает. она убивает все духовное. То есть для меня это выглядит как такая аллегория. Да, да. Правильно? Нет? Конечно, то есть они даже не могли изобрести плуг, то есть они там вообще чудовищно руками там, наверное, копали эту самую землю, да, при том, что у них там были ножницы и флейты. Так, согласны нашим мудрецам, чтобы преодолеть проклятие Адама. И это говорит нам о том, что он занимался профессией Каина, то есть возделывал землю. Но он хотел преодолеть проклятие, которое лежало на этом занятии. И он отец Ноха, который, как известно, праведник, знающий Бога. Так, ну хорошо, с Шетом мы разобрались, теперь будем сравнивать род Шета и род Каина. Основы для пророчества. Если одним словом определить человеческий идеал Шета, то я бы назвал это словом мудрец, хахам. Мудрец занимается духовными вопросами, богатый занимается материальным. Быть мудрецом несложно, если посвящать всю жизнь только этому. Быть богатым несложно, если посвящать всю жизнь только этому. Настоящая трудность в том, чтобы быть одновременным мудрецом и богатым. Здесь нужна внутренняя гармония человека. И об этом сказали наши мудрецы, что пророчество обитает только на мудром, богатом и сильном. Мудрец занимается духовным, богатым и материальным, а гибор сильный, совмещает оба этих качества. И тогда мы видим, чего не хватало в семье Каина, это мудрости. То, чего не хватало в семье Шета, это богатство. А значит, в новом обществе будут нужны сильные гиборим. Ну и мы видим, да, в нашей жизни тоже есть такие богатые, твердо стоящие на земле, благодаря тому, что они посвящают этому все время, постоянно работают и особо не имеют возможности насладиться плодами своего богатства. Сходить в оперу, почитать книжку, потому что у них нет времени, они должны возделывать вот эту землю руками без плуга, образно говоря. А есть такие люди искусства, свободные художники, у которых есть время, потому что они не хотят возделывать землю, они читают книги, смотрят фильмы, они наслаждаются эстетически, но они не богаты, потому что этот мир устроен неправильно, мы его пока не исправили, либо то, либо другое. И вот мы как раз должны вот это соединить, и вот эту попытку соединения мы сейчас здесь увидим. И мы видим в конце описание семьи Шета, в то время были на земле исполины, после того, как сыны Элогим стали входить к дочерям человеческим, и они стали рожать им сильных. Это издревле славные люди, под сынами Элогим имеются в виду потомки Шета, дочери человеческие, это семья Каина, и стали рожать им сильных Геборим. Геборим это то, что объединяет в себе оба свойства. Согласно нашим мудрецам, Наама, сестра Туваль Каина, стала женой Ноаха. Тогда получается, что Шем, Хам и Ефет это сильные Геборим. Они приходят, чтобы построить альтернативное человечество, в котором может раскрыться пророчество израильского типа, и оно представляет альтернативу прежнему миру, который, к сожалению, завершился потопом, как мы увидим в следующий раз. Смотрите, я открыла там файл, который ураво монету говорит об Эноше. Если вы хотите, можно оттуда прочесть, если мне Натан даст право. Натан? А я, наверное, нет, я не могу дать право. Нужно Натан. А, есть уже право, да, можно? Сейчас, я тогда открою, секундочку. Ой, мне казаться не туда. Тут у нас вначале есть разбор этого сейчас посмотрим. У этого стиха на русский это можно перевести по-разному. Можно сказать, что это они стали вызывать к Богу, да, а другой комментарий, что здесь началось заглопокровство. Вот Раф пишет, это стиха два разных понимания, это во времена Эноше, согласно простому смыслу, согласно толкованию. Простому смыслу стиха, тогда начали призывать имя Господа, говорить о том, что произошел позитивный скачок, как в человечестве, началось что-то новое, чего не было раньше. Люди стали призывать имя Бога, стали религиозными. В начале истории не было разговора о религии, а только о морали. Эвель должен был научить Каина нравственности и братству. После того, как Каин убивает Авеля, он говорит Богу, велика, вина моя, больше, чем можно вынести, он снимает все ответственность за моральные проблемы. И так далее. Роду Каина не остается ничего. А дальше Эннеш предлагает человечество новый способ общественного поведения, который называется религия. Только тут в истории официальным образом начинается религия. Хотя в поколении до Эннеша и было поклонение, как мы видели в истории Каины и Эвеля, но теперь это поклонение приобрело языческий характер, то есть было направлено природу и ее силы. История религии начинается с язычества, с поклонения природы. Но далее появляется более глубокая религиозность, рождающая новую связь с Богом, который за пределами природы. Или начало признания Творца сотворившего природу. Но это вот вкратце. Я кусочек такой выбрала, чтобы показать, как Маниту это расценивает. И Рам Шерки это совсем кратко упоминает, что Эннеш изобрел религию. То есть начинается с того, что Эннеш говорит, мы будем поклоняться, мы организуем какие-то какую-то систему поклонения, это приводит к долпоклонству. И вот Медраж даже говорит об этом, что они начали сначала поклоняться, выбрали какие-то ритуалы поклонения Бога, а потом решили поклоняться уже и другим силам природы, которые являются его услугами. А потом забыли уже изначально природу священную. В конечном итоге, как Раман Иту говорит, эта система она не вредная, а наоборот даст возможность человеку снова приблизиться к Северскому. То есть они тоже закладывали основы какой-то, налаживали каналы, связи. Да, но просто у них как бы как в начале творения хотели как лучше, а можно как всегда. Да, да, ну как собственно и у Калина тоже. Ну, хорошо, мы дочитали статью, ну, я расскажу, что я здесь увидел. Да, в принципе, мы здесь видим заложение основы для пророчества, и в принципе мы всю жизнь живем в таком мире, в котором есть вот это разделение, да, между там материалистом и духовным человеком, но мудрецы Израиля нам говорят, что пророчество обитает на богатом, мудром и сильном, да, что вот это вот соединение земного и небесного, вот, его как раз нужно достичь, это необходимо для того, чтобы выйти на связь с Богом, а вся наша культура, там, европейская, христианская, в которой мы выросли, я не знаю, нам такого варианта не рисует, вот, у нас как раз получается разделение, да, либо ты духовный там, но плохо стоишь на ногах, да, так heavy такое дыхание, вот, либо ты материальный, но тогда уж ты до конца материальный, а нужно вот как раз именно вот эти два фактора соединить, и вот тогда можно возродить пророчество. Да, это не случайно, наверное, поэтому две линии, как бы продолжается, Кайна и Эвеля с самого начала, не Эвеля, а Шетта вместо, если смотреть на таблицу имен, то там очень похоже, они идут параллельно, буквально, имена очень похожи в одном и другом ряду, что говорит о том, что потенциал можно направить в позитивную и в негативную сторону, но и позитивная сторона тоже не смогла справиться со своей задачей, потому что как изначально была поставлена задача перед Эвелем исправить Кайна, так же и у потомков Шетта была задача исправить человечество, исправить потомков Кайна, и они с этим не справились. Но исправление как раз заключается в соединении, как я понимаю, когда они стали дочери Илоким входить к дочерям человеческим и в итоге, как мы знаем по Медрашу, Нох, его жена была Анномай из потомков Кайна, то есть из вот этого, из Ноха, который взял жены из рода Кайна, от него пошло новое человечество, то есть вот именно нужно осуществить соединение, Ну да, но почему нужно было уничтожить, это мы узнаем в следующий раз уже, наверное. мы в следующий раз узнаем. И опять же вот этот образ, руки Исава, голос Якова. И вот именно вот такого персонажа благословил Ицхак, который был соединением практической способности Исава и голоса, то есть способности к диалогу со Всевышним Якова. Есть у кого-то что-то сказать или вопросы? Ну как бы получается все-таки, что именно от Шета, от рода Шета продолжается человечество, ну как бы плюс Кая, плюс какие-то потомки Каина, но все-таки преобладает вот этот потомки третьего сына Адама, именно Шета. Потому что там, я не знаю, в статье, по-моему, было примечание, что вопрос кто-то задал, что, а потом, что сделалось с потомками Каина, и Рапшерки отвечают, что как-то вот непонятно, в общем, вроде как бы где-то они продолжили несуществование или после потопа и их потоп уничтожил, вот как-то вот так. Ну давайте начитаем, да, здесь был еще вопрос, да, он уже как бы бонус. Остались ли сейчас в человечестве потомки Каина? Есть упоминание в Перке Дыра Белеза, что жена Хама была из потомков Каина. Есть также упоминание, что и дептяне произошли от потомков Каина, также и Тро. Ответ. Очень трудно сказать, потому что описания, которые дает Тура, очень краткие. Например, когда Тура говорит, что осталась только семья Ноаха, это исторический факт или были еще племена в мире? Например, есть Медраш о том, как царь Шлома спросил демона Асмадея о людях, живущих с другой стороны земли, и тот привел ему одного из них. Когда Шлома спросил его, откуда вы, тот ответил из потомков Каина. Так что это разделение между Каинитами и Эвелитами не ясно до конца. Есть об этом очень интересная статья Раби Шемтов Гефина, его книги исследований, но в целом это очень большой вопрос. Ну да, есть вариант, что потомки Каина, они не только в виде жены Ноаха дошли до нас, его семя, но и живут где-то, ходят среди нас, ну или не среди нас, а на какой-то обратной стороне земли. Так или иначе, это может быть просто символом того, что работая с ними, продолжать, не то, что их уничтожил тотально и всех, то есть поставил совсем новую задачу. Я всех этих теперь убрал, Каинитов, теперь вы между собой попробуйте наладить общий язык. А с ним уже ладно. А если Медраш говорит, что они где-то сохранились, это значит, изначальная задача, которую мы себе ставили, которую он ставил перед Эвелем исправить Каина, она не отгрошена, она просто отложена. Я думаю, это вот мысль Медраша. Да, интересно. Ну, у этого могут быть разные понимания. в актуале сегодняшнего дня. До какой степени наша обязанность исправить весь мир, докуда она постирается? До краев Земли, как известно, мы читали про песни от краев Земли в одной из прошлых авторот. Ну, вот можно ли читать, есть край Земли, есть обратная сторона Земли? А что понимать тогда под обратной стороной Земли? Ну, вот я не знаю, это в том-те дело, это можно оставить для спекуляций. Тема неизученная. Нет, ну, в принципе, поскольку это как Медрашан всегда говорит каким-то аллегорическим языком, он может иметь в виду разное, он может разное означать, как бы, это некая общая идея, а как ее приложить в том или другом поколении, это можно по-разному, наверное. Где границы Земли? Ну, да, то закончим исправление, да, и вдруг откроется раз, обратная сторона Земли, и там еще этих ребят каенитов идут. Где-то они в каком-то другом измерении живут, или это, или в нас самих сидят, в наших самих. Как хотите, да, кто-то скажет, что в нас самих возможно. Я тут как-то написала в Дриме, может быть, это не важно, но я расскажу про себя. Я написала когда-то какой-то пост о мистер Хайт, доктор Джиллен, как он? Джекин, Джекин. Джекин и мистер Хайт, как это, вот, когда ты видишь в человеке два этих типа, как с ним взаимодействовать, когда ты не знаешь, с кем ты взаимодействуешь. А мне какой-то человек как раз недавно ответил, хотя я писала давным-давно, он говорит, ну, мир вообще не интересует доктор Джекин. Весь наш интерес, весь интерес всех, всей литературы и всего искусства, и всего массовой информации, все интересуются именно Хайтом, мистером Хайтом, а Джекин вообще не знает, кто он и что он, кому он интересен. это интересная мысль такая, что именно вот эта фигура такая мистическая, страшная, ужасная, она и как раз и влечет, она и привлекает внимание читателя, зрителя. Злодеи, но кто не в курсе, просто кто не в курсе, доктор Джекин и мистер Хайт, это как бы из иллюстрации раздвоения личности в рассказе Стивенсона. Там добрый такой был позитивный человек, в какой-то момент времени он превращался в маньяка и кровожадного убийцу. То есть один и тот же человек. Он придумал просто какое-то средство разделяться. То есть эту маленькую часть в себе, которая была негативной, он давал ей возможность проявиться, разделил себя. И неожиданно вот эта вот маленькая часть она начинает вырастать, вырастать и побеждает в конечном итоге все хорошее. Но это интересный очень сам по себе рассказ. То есть мы, а мы интересуемся, людей интересует именно противоположное мы бы хотели. Злодей, да, что вот добрые, позитивные люди, они скучные, никому они не интересны. Да, да, вот в таком духе, да, это то, что мне человек сейчас ответил. Но мы-то хотим как раз доказать противоположное, что на самом деле в конечном итоге мистер Хайт тоже доктор Джейкл должен победить мистера Хайтла. Это мы хотим, а творец, как видно, выбирает Каина, да, с ним разговаривает, там, носится с ним. Но ведь есть какие-то комментарии, что как бы в Каине был потенциал, даже я слышала такие комментарии, что Ревель, он какой-то, ну, не жизнеспособный, он какой-то вообще никакой, потому что он пар. А вот Каин, несмотря на то, что в нем есть негатив, но тем не менее в нем есть потенциал, поэтому Бога как бы на него делает ставку, а не на него. мы об этом читали, что Каин это Маши, а там потенциали был. Ну, смотрите, да, но по Маниту получается, что он перед Ревелем поставил проект Каин, он с ней не справился, поэтому он как бы Ревелем, дальше уже как бы от него ничего, ты главного своей задачи не сделал, можно провести параллель между Бнейнох и еврейским народом тоже. Для чего он сделал еврейский народ? Чтобы исправить человечество. Если ты не справляешься, то зачем ты вообще нужен? Тогда ты и не нужен вовсе. Ну, это как бы преувеличение, потому что это не совсем так. Но вот какая-то страна вот этого подхода есть здесь, потому что Ревелем при всей своей духовности, при всей своем прекрасности, если он своей задачей не справился, то... Зачем он вообще нужен? Да, зачем он вообще нужен? Получается, еврейский народ здесь кто? Ревелем, а Каин – это все остальные люди? Да. Конечно, Каин рождается первым, да, потом рождается Ревелем, да, для того, чтобы исправить. А тот не понимает вообще, зачем вы здесь нужны. Да. Не знаю, честно говоря, у меня ассоциация с войной. Война, которая вытаскивает из людей все самое ужасное, которые, ну, вне войны даже не ожидают от себя, и чем они оказываются в результате вот этого ужаса в кризисной ситуации. Это показатель того, к чему склонна человечества? И, соответственно, где надо исправлять? Ну, я не знаю. Война – это очень сложная тема. Потому что Каин победил, Каин победил, я думаю, что это вот как раз война. Ну, не обязательно война. Любое, любое кризисное, любое там кризисное состояние там. да, или там, да, Вот говорят, там какая-то, ты рассказываешь, как вот там самолет совершил аварийную посадку, там просто загорелась какая-то, там, ну, вот у нас тут было недавно, сколько там, в прошлом году, что-то там загорелось, так люди там, я знаю, стали лихорадочно хватать свои вещи там и убегать, то есть никто не думал о том, чтобы помочь кому-то, а все думали, как бы там спастись поскорее самому, допустим, там, ну, в общем, как бы вот такая вот такая ситуация, в человеке пробуждает вот как бы его, может быть, истинную сущность или какую-то нестинную сущность или вот этого Каина как раз, может быть, как раз, может быть, этого Каина. возможно, пока мы в себе Каина не победим, ничего не будет. Ну вот, ну, конечно, да, к сожалению, так, потому что у нее так и есть. Да, я думаю, так, не очень утешительно, но что делать, ну, мы же стремимся, у нас же спиральное развитие, оно все-таки идет вверх. Если человек над собой работает, то, наверное, он постепенно и в кризисной ситуации это тоже как-то в нем все-таки проснется что-то хорошее. Вот я просто читала мемуары людей, которые пережили там концлагеря там или какие-то такие тяжелые моменты, они вот удивлялись, что кто-то, да, кто-то отнимал у человека там кусок хлеба, а кто-то, наоборот, делился последним. То есть все-таки кто-то в ком-то человеческой все-таки побеждал. Отбор, отбор. Вот так. Ну, ладно, давайте, может быть, спасибо, спасибо. Большое вам спасибо. Спасибо, Андрей, спасибо. Всем спасибо. Всем спасибо. Приходите еще. Да. На следующий раз будет поток. Или это будет не на следующей неделе. Как, Андрей, вы на следующей неделе можете? Ну, я думаю, мы решим. Ну, ладно. Следите за рекламой. Да. Спасибо большое. Было очень приятно. Да, всем счастливо. Спасибо. 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 Спасибо.